Всем привет, с вами Ермоленко9 и сегодня у нас 11 выпуск карьеры в игре F1-2016. Вас ждет гран-при Венгрии на трассе Лунгарунинг. Как обычно начинаем со свободных заездов, которые прошли довольно таки неплохо. Первая задача освоение трасс, которые я прошел на отличную оценку. Проблем в принципе не было, разве что пару раз пролетал повороты, так как хотел попробовать проходить на разной скорости и пролетал ворота. Вторая задача контроль резины, в который я прошел на шинах СОВ. К моему удивлению проблем тут и вовсе не было, а самый большой износ был во время прохождения первого поворота, там где жесткое торможение между двумя зонами ТРС и в последнем, где разгон на стартовую прямую. Третья задача это квалификационный темп, с которым возникли некоторые трудности. В первом круге я показал всего лишь тринадцатое место, а в остальных двух кругах темп серьезно падал, потому что шины сильно изнашиваются. Переходим в падок, где нам дают цели на квалификационные заезды. Это занять девятое место и быть выше нашего соперника Карлоса Сайнца и своего партнеров в команде по Аскале Верляне. Далее у нас цели на гонку, одиннадцатое место и опередиться тех же оппонентов. Ну что ж, представляет нам венгерскую трассу в Фунгароне, на которой множество поворотов, а также достаточно перепадов высот. Погода как мы видим на своих мониторах у нас отличная, 27 градусов тепла, так что гонка будет приятной. На ваших мониторах схема трассы, которая состоит из 14 поворотов, включает в себя две зоны ДРС, это стартовая прямая и второй отряд до второго поворота. Протяженность составляет 4 километра и 380 метров, а гонка принадлежит Михаэлю Шумакеру в 2004 году. Далее у нас стартовая решетка, Пол у Нику Росберга и в одной тысячной от него Льюис Хэмилтон. На втором ряду Даниэль Ликкярда и Кимми Райкенен, а за ними и Макс Ферстаппин и Себастьян Феттель. Далее у нас идут Алонсо, Сайнс, Баттон и Квят. Ботос у нас одиннадцатый, а за ним я на двенадцатом месте. За мной Паскаль Верляйн и Филиппе Масса. Далее у нас сочетание Форс с Индией и Хаса, а затем Заубера и Рено. По стратегии я ничего не менял, взял стандартную, разве что чуть уменьшил топливо. Итак, остановки на восьмом и двадцатом кругах. И стартуем мы на суперсофте, далее переходим на софт и заканчиваем гонку на медиум. Переходим к старту нашего гран-при. Старт получился довольно таки хороший. Сразу же на стартовой прямой и на разводе я пошел Данилу 5 на Туроросо. Но меня в свою очередь прошел мой напарник по команде Паскаль Верляйн. Затем по правой стороне мне удался неплохой обугон сразу нескольких гонщиков и я вышел на шестое место. Во втором повороте я хотел же пройти Себастьяна Фетеля на Феррари, но не иметь закрытую траекторию и не дал возможности себя обогнать. И на первом же круге на трассе появилась машина безопасности из-за суматохи, которая возникла в конце пелетона. Куда же мы без сейфти-кара в F1 2016, он уже как родной. На рестарте мне удалось удержаться в последнем повороте за Себастьяна Фетеля. Далее на стартовой прямой я подхватил его с липстрим и благодаря мощности мотора Мерседес мне удалось его пройти. А на торможении к первому повороту я еще и по внутреннему радиусу прошел Макса Перстаппина и вышел на четвертое место. На том же круге из гонки выбыл гонщик Red Bull Даниэль Герда Австралийца. Сгорел двигатель и он сошел с дистанции, а у меня тем временем уже третье место. Постепенно все заезжали на петстопы и я вырвался в лидеры гран-при, правда ненадолго. На восьмом круге у меня был запланированный мой петстоп. Во время которого я перешел на шины софт и потерял время на выезде из-за Романа Дорожана на Хасе, которого мои механики ждали, чтобы выпустить меня безопасно на трассу. В итоге я выехал на семнадцатом месте между двумя гонщиками Force India. Впереди у нас Нико Кюлькенберг, а позади Сергия Перес. На двенадцатом круге я подобрался к гонщику Force India, который был впереди и на второй зоне его прошел. Далее была немножко грубоватая атака на Кевина Магнусона и у меня уже одиннадцатое место. Затем была тупейшая атака на Фернандо Алонсона Макларене. Зачем я это сделал я не знаю, но хорошо то все хорошо закончилось. В девятнадцатом круге меня прессинговал Дженсен Батман на Макларене, который был на свежем комплекте жизни, а у меня к тому времени уже скоро намечался пидстоп. В итоге он меня воспользовался открытым крылом и прошел на торможении к первому повороту. Во втором вираже после второй зоны ДРС я пытался пойти контратаку, но Дженсен грамотно закрыл мне траекторию и удержал свое четвертое место. На двадцатом круге был мой второй пидстоп, когда я перешел на самый жесткий комплект Medium и выехал снова между двумя гонщиками Force India на четырнадцатом месте. На протяжении пяти кругов меня прессинговали Оттос и Перес и в итоге они добились своего. Я чуть потерял машину в третьем секторе на выходе из поворота и вылетел из очковой зоны на одиннадцатое место. До конца гонки оставалось пять кругов и меня пытались пройти Филика Масса на ВМС и Роман Грожан на Хассе, но я можно сказать героически отбился и остался на одиннадцатом месте, которого желала мне команда перед стартовым этого гран-при. Ну а вам предлагаю посмотреть, какими были эти атаки и как я отбивался. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Я желаю вам приятный кольцо. И кольцо. И еще раз. В принципе неплохая гонка и результат для трассы с множеством поворотов, особенно если учесть какое шасси у нашей команды Мейнер. Гран-при выиграл у нас гонщик Мерседес и Уист Хэмилтон, а вместе с ним на подиум поднялись Нику Росберг и Сипастиан Феттель. На ваших мониторах результаты. Кими у нас четвертый, Дарья Макс Верстаппин, Дженсен Баттон, Фернандо Алонсо, Данил Крят, Альтери Ботос и Серхио Перес. Я же на 11 месте, ну а Верлянд 14. Мой соперник Карл Сайнц и вовсе сошел с дистанции. В личном зачете лидирует у нас Нику Росберг на Мерседесе, а единственным изменением в топ-10 стало перемещение Хэмилтона на второе место вместо Кими Райканина. Я на 8 месте, Верлянд 17. Кубки конструкторов на 6, а лидируют у нас Серебряные Стрелы. Как обычно, после пройденного гран-при нам дают очки улучшения для модернизации нашего болида на дальнейшие этапы сезона. И показывают соперничество с Карлосом Сайнцем на Троросо Ди-счет в пользу молодого испанца с минимальным перевесом 18-17. Также после этого этапа в Венгрии я заказал очередное обновление нашего болида и оно коснулось прижимной силы, так как мы еще раз убедились, что нам в поворотах не хватает нам прижимной силы, чтобы бороться с другими командами. И я улучшил каскады переднего крыла, которые должны нам помочь на следующих этапах. Что ж, всем спасибо за внимание, за просмотр данного ролика. Увидимся на следующем этапе в Германии. Всем удачи и всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok